Приветствую вас, Екатерина. Если говорить о рекомендациях, то я бы выделил следующие моменты. Первый момент – это работа с самооценкой, это работа с личными границами, это работа с уверенностью в себе, это культивирование любви к себе, культивирование уважения к себе и так далее. Это если говорить о том, что бы я рекомендовал вам. Как ситуация выглядит со стороны? Со стороны выглядит ситуация, что, скорее всего, вы сделаете так, как хочет муж. Если прямо сегодня, прямо сейчас, с момента, как вы начнете получать ответы на свой вопрос, вы не будете меняться. Если вы не будете меняться, то, скорее всего, сделаете, как хочет ваш муж, и, соответственно, ситуация будет просто продолжаться до сих пор, пока вас совсем уже до предела этого не дойдет, да, и вы не взорветесь. Вот. Ну, по-хорошему, конечно, вы находитесь в позиции жертвы. И эта позиция жертвы стала для вас возможной благодаря страху перед личной ответственностью, которой вы не очень дружите. Ну, здесь, на самом деле, и сказать особо нечего, потому что ваш муж будет настаивать на том, что вы сделали так, как хочет он. В любом случае, потому что он этого хочет, ему это важно, он привык, наверное, что вы ему подчиняетесь и прочее, прочее, прочее. Вот. А вы, ну, если у вас есть твердое намерение изменить ситуацию, начать жить по-другому, быть счастливым и так далее, то все можно исправить. Но для меня загадка, почему, если нет уважения между супругами, почему вы продолжаете с этим человеком быть, почему вы завели троих, троих детей. То есть, ну, я же не думаю, что муж ваш стал вот таким, да, только в последнее время. Я более чем уверен, что он таким был. И вы, невзирая на это, на то, что он вас унижает, на то, что он не видится с детьми, на то, что он там делает еще какие-то вещи, вы все равно детей заводите и с ним находитесь. И не рассматривайте возможности, возможности уходить от него, потому что по факту это нужно сделать. Ну, или как минимум гармонизировать отношения, да, что будет приводить, конечно, к недовольству его. Вот. То есть, глобально вы находитесь в ситуации жертвы и глобально, в позиции жертвы, и глобально вы будете испытывать, вы будете чувствовать негатив до тех пор, пока не научитесь любить себя, принимать себя возле отличной границы, говорить твердой нет, защищать себя, свои интересы, продвигать их и так далее. Но на данный момент вы сомневаетесь в собственной ценности, на данный момент вы сомневаетесь в собственной важности, на данный момент вы не принимаете себя полностью, что демонстрирует вам ваш муж. Ситуация, которую вы описываете, на первый взгляд выглядит безвыходной, потому что, ну, по факту вы можете сказать, что я не могу бросить своего мужа, не могу уйти от него, потому что родители останутся без, например, отца. Ну, сейчас они тоже без отца и, в общем, ничего, как-то живут. Вы можете сказать, что дети останутся без обеспечения, здесь, конечно, по спору с вами будет сложнее, но дело не в споре, а в том, готовы ли вы начать самостоятельно нанести ответственно за то, что с вами происходит в вашей жизни. Потому что сейчас у детей, например, что-то есть, но счастливы ли они? Нет, потому что несчастливы их родители. Несчастливы вы, несчастливы их отец. А вот, собственно, ситуация. Да, это риск, это страшно. Сфальтно выходить из позиции жертвы почти всегда, потому что в этом случае приходится брать летнюю ответственность и увидеть, что никто не ответственен за то, что происходит в моей жизни, кроме меня самого. Ну, в важном случае, вас самой. И вот, вы боретесь с мужем, вы спорите с ним, ссоритесь с ним, вы пытаетесь нам, вот, в нас увидеть сторонников. Но, по большому счёту, это опять же попытка приложить ответственность, понимаете? Потому что достаточно всё просто, если говорить функционально о вашей ситуации. Вот муж делает вам предложение работать в его фирме. Вы прекрасно знаете, знаете характер мужа, знаете, что вас ждёт на этой фирме. И вы этого не хотите. Всё, о чём вы и говорите своему мужу, что вы там работать не будете. Всё, поэтому вопрос закрыт. Но, если бы всё было так просто, вы бы, наверное, не обращались к нам на сайт за ответом на этот, в общем-то, очевиднейший вполне вопрос. В чём, в чём очевидность данного вопроса? В том лишь, что вам необходимо слушать себя. То есть, слушать свои чувства. Вы не хотите, вы этого не делаете. Всё, собственно говоря. Ну, опять же, здесь у вас есть проблема. Вы не доверяете себе. Вы хотите мнение со стороны именно потому, что вы не доверяете себе. И в этом проблема. Вы не доверяете себе. Вы не принимаете на веру то, что вы чувствуете. Вы это подавляете, и это подавляют другие люди. В этом и заключается ваша основная трудность и проблематика. Соответственно, с этим вам нужно работать. Вот и всё. Это комплексная, многосторонняя, многоплановая работа, которая будет, безусловно, встречать сопротивление со стороны вашего мужа. И не только. Не только мужа, скорее всего. Вот. Но, это необходимая работа. Если не делать её, то, ну, вы, как я и сказал, скорее всего, будете делать то, что хочет ваш муж. Так или иначе, скорее всего, будете делать это. Так или иначе, он вас заставит. Вот и всё. Рекомендации, вот, понимаете, я почувствовал, что вы практически требуете рекомендаций от нас. Именно требуете. Вот вы говорите, какие у вас будут рекомендации. Это не что иное, как легальное для вас перекладывание ответственности. Мол, вот я написала проблему свою, вот дайте мне взгляд со стороны и рекомендации. То есть, как бы, сама я всё делать не надо. Но наша задача как раз таки и заключается в том, чтобы подвести вас к собственному решению. Чтобы вы сами решили, ну, вот этот вопрос, эту проблему. Чтобы вы сами выбрали, как поступать. Чтобы вы сами сделали выбор. Чтобы вы сами потом отвечали за этот выбор. Несли за него ответственность. Сталкивались с последствиями. Только так вы сможете быть счастливой. Вот на этом всё, что я хотел вам сказать. Ещё раз, я рекомендую изучить треугольник Карпмана. Потому что вы находитесь в позиции жертвы, муж в позиции тирана. Мы в данном случае выступаем в позиции спасителей. Хотя, я думаю, что спасители есть у вас ещё в окружении. Люди, которым вы, например, жалуетесь на своего мужа. Вот. И которые, как бы, ну, вместе с вами обсуждают, какой он плохой. Если этого не происходит буквально, если этого не происходит вот прям так, то в той или иной форме Карпмана это ёст. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация разрушится. Всего вам самого доброго.